Здравствуйте, меня зовут Данит Замиелович, и я студент в филологическом факультете в Белграде и изучаю русский язык. Подскажите, пожалуйста, что такие служебные слова и какие служебные слова существуют в русском языке? Здравствуйте, уважаемые зрители. Словарный состав любого языка делится на два больших класса – знаменательные части речи и служебные части речи. Знаменательные слова, их еще называют самостоятельные или полнозначные, это слова, обладающие самостоятельным лексическим значением, то есть обозначающие предметы, признаки, свойства, действия. Знаменательные слова способны выступать в качестве членов предложения. К знаменательным словам относятся имена существительные, прилагательные, глаголы, наречия, местоимения и числительные. Знаменательным словам противопоставляются служебные слова. У них нет самостоятельного лексического значения. Они не обозначают предметов, свойств или действий. Служебные слова не способны выступать в качестве членов предложения. Они служат лишь для связи знаменательных слов, частей предложения или отдельных предложений. В речи эти слова сами по себе ничего не сообщают, они лишь организуют сообщения. В системе русского языка присутствуют три служебные части речи – предлоги, союзы и частицы. В некоторых других языках, например, в английском, немецком, французском, есть еще одна служебная часть речи – артикли. В русском языке артикли нет. Служебных слов в языке гораздо меньше, чем в знаменательных. Зато употребляются они гораздо чаще. Самым частотным словом в русской речи является союз «и». На втором месте – предлог «в», на третьем – частица «не». Если мы посмотрим на десяток самых частотных слов русского языка, то увидим в нем семь служебных слов и лишь три знаменательных. Это местоимения «я», «он» и глагол «быть». Граница между знаменательными и служебными словами неустойчива. Новые служебные слова образуются из утративших самостоятельное значение знаменательных слов. Например, предлоги «в течении», «спустя», «союз», «несмотря на то что», «частица пожалуй». Русский язык – великий, могучий, но очень сложный.